Здравствуйте! С вами фототерапевт Ефименко Наталья Юрьевна. Мы находимся в очень красивом месте, Чемальский район, рядом остров Патмос. И мы в таком бару, достаточно плотном и в то же время солнечном. За моей спиной корабельные сосны. Почему корабельные сосны? Некая ассоциация, наверное, у всех есть прямые, высокие мачты. Ну, вот только вот мачты из них делать. Почему сосна имеет такой ровный ствол? В общем-то, это ее биологическая особенность. Если сосняк очень плотненько сидит и достаточно плотная конкуренция, то сосны стремятся как можно больше вытянуться вперед, вытянуться и достать как раз солнце. Сосны у нас солнцелюбивые. Если к почве они не очень требовательные, то солнца они все хотят. Поэтому они ровненькие, высокие, длинные. И где-то сосна в возрасте 70-80 лет как раз уже идет на производство разнообразного у нас строительного материала. Это у нас идет и брус, и доска, и обрезная, и необрезная, и клеевая, и различные технологии с утеплителем, без утеплителя. То есть сосна в применении настолько разнообразна, и перечислять можно очень долго. Это очень ценный материал, и именно Сибирь, именно поставщик данного материала. И сосна, она очень красива в отделке, и в производстве технологично, ее много, и перерабатывается, в общем-то, буквально все. И кора идет на ландшафтные отсыпки, и бревна, и доски. И, как вы видите, есть такая технология финского строения, когда бревно у нас оцилиндровывается. Так вот, как раз финны получают сырье именно с Сибири. И красота дерева, она именно раскрывается уже в строении. Это небольшая часовинка святителя Макария. Очень красивая, очень органично стоит на данной поляне. То есть, вот вы видите, на крыше у нас присыпало хвоей. Красиво, органично. Дерево пластичное, можно сделать звонницу любой формы, залы, опять же, любой формы. И теплота дерева, она передает, ну, не только сохраняет тепло в доме, но теплота сохраняет и какую-то духовную составляющую, и именно церковную. Поэтому нахождение иконы с мощами святого Макария в данной часовинке, в данной церкви очень небольшое. Оно вот органичное. И обязательно зайдите, почувствуйте атмосферу не только сосновой церкви, а не только деревянной архитектуры. Ну и вот такой удивительной иконы. Так что вот будете в Чемальском районе, заходите, посмотрите, место удивительное. Ну и остров Патмос, еще одна жемчужина.